Суббота на часах 19.00, а это значит пришло время подводить итоги недели. В этой программе все самое интересное за последние 7 дней глазами наших корреспондентов. Путешествие – символы ярких побед по континенту, труд аграриев на белорусской земле и перерождение Бобруйской исторической жемчужины. С вами Елена Кутузова. Здравствуйте. Сейчас коротко о главных темах этой недели. Путешествие огня. Какой путь преодолело пламя мира? И как его встретили в Бобруйске? Зеленое богатство Беларуси. Что таит в себе памятник природы Пойменная Дубрава? 15 лет опыта в аграрной отрасли. Фермер из Бобруйского района расскажет о работе на земле. Еврейская община готовится открыть музей под открытым небом. Тем временем мастера презентуют уникальные выставки с еврейским колоритом. Меньше двух недель до вторых европейских игр. С приближением мультиспортивного форума ажиотаж вокруг него нарастает и появляются новые подробности, пожалуй, важнейших соревнований континента. Белорусские СМИ уже получили первые аккредитации. Ожидается, что освещать яркие события игр будет больше тысячи журналистов, 60% из которых иностранные медиа. Пока болельщики покупают билеты на соревнования, таможня тестирует круглосуточный колл-центр. Он поможет белорусам и гостям нашей страны решать вопросы в период проведения вторых европейских игр. И проконсультироваться насчет перевозки через границу личных вещей, спортинвентаря и транспорта. Тем временем продолжается масштабная акция, благодаря которой о нашей стране услышит весь мир. В марафоне длиной 7700 километров участвуют почти 500 факелоносцев. Это люди, добившиеся успеха в спорте, культуре, науке, общественные деятели и просто известные уроженцы той или иной области. Давайте вспомним, как все начиналось. Главные символы эстафеты презентовали в апреле. Олимпийские ценности и образ пламени на белорусской земле воплощаются в сияющие папороть к ветке. Факел изготовлен специалистами Новогрудского завода газовой аппаратуры. Корпус из нержавеющей стали, вес чуть менее 2 килограммов, а высота 81 сантиметр. Вес и центр тяжести специально подобраны для максимально удобного использования во время бега. Официально огонь вторых европейских игр вспыхнул 3 мая в столице Италии. Главное действие развернулось в сакральном месте Рима, в музейном комплексе «Алтарь мира», возраст которого более 2000 лет. На торжественной церемонии презентовали оливковое дерево – символ акции. На этих кадрах первые минуты жизни огня главного мультиспортивного события Европы. Эстафета в общей сложности продлится 50 дней в честь 50 стран Европы. До горы Монблан символ ярких побед доставили довольно быстро. Об этом позаботились белорусские байкеры. А наши альпинисты подняли огонь на высочайшую точку Европы. Мы уже знали, что нас ждет, потому что мы уже как бы разведали дорогу. Но больше всего сюрпризов эта погода преподнесла, потому что ветер. Было ясно, видимость была, но был сильный ветер. И нам приходилось с этим бороться постоянно, в концентрации идти сильной. Маршрут «Пламени мира» максимально приближен к самым знаковым объектам и местам. До прибытия в Беларусь огонь европейских игр успел побывать в 8 странах. Италии, Словакии, Словении, Венгрии, Австрии, Чехии и Польши. На территории нашей страны путь эстафеты начался с Бреста. 30 мая огонь прибыл в Могилевскую область, а 3 июня добрался до Бобруйска. Огонь вторых европейских игр преодолел не одну тысячу километров и на этой неделе добрался до города на Березине. На площади Ленина, символ крупнейшего мультиспортивного форума, встречали сотни горожан, почетные гости и лучшие спортсмены. Хранители огня передали лампаду с пламени мира градоначальнику. С этого момента Бобруйск перенял эстафету официально. Символично, что эстафета огня вторых европейских игр проходит через наш город, где сильны традиции спорта. Бобруйск по праву считается кузницей спортивных талантов. Победы наших спортсменов в гребле на байдаках, экономе, борьбе, легкой и тяжелой атлетиках свидетельствуют о прочной основе, заложенной ветеранами Бобруйской школы. О высоком профессионализме тренерского состава. В нашем городе факелоносцами стали именитые люди. Честь первому зажечь огонь в нашем городе выпала эстрадному певцу Руслану Олехнову. Не переграниц и расстояний. Я впервые участвую в таком событии и для города, и для страны. И, конечно же, для меня это честь удержать этот факел в пламя огня у себя на родной земле. Безусловно, это новое такое предложение моей жизни, потому что со спортом мы связаны косвенно. Все-таки артисты, мы более связаны с творческими какими-то событиями музыкальными. Конечно же, это и интерес, это определенное волнение. Звездный посол вторых европейских игр подхватил пламя и пробежал с ним до памятника Шуре Балаганову. К эстафете огня подключились также олимпийские чемпионы Александр и Андрей Богдановичи. Двукратный рекордсмен книги Гиннеса Евгений Лось и обладатель последнего Кубка Советского Союза по гиревому спорту Вячеслав Хронека. Здесь сюрприз такой был, такая честь, что немножко думал будет попроще, но оказывается оно более эмоциональное, более такое, знаете, запоминающее и волнительное мероприятие. Для меня это было очень волнительно, я переживала, чтобы у меня все получилось, чтобы пламя мира оказалось там, где оно должно быть на сцене в городе Бобруйске, и вообще, чтобы оно пошло дальше своим движением. Это исторический момент, этим все сказано, просто и для Бобруйска, и для нашей страны такого уровня соревнований еще не было. И это в этом году, это самое главное, скажем так, спортивное мероприятие Европы. Для меня, конечно, это честь, все-таки быть факелоносом, прикоснуться немножечко к этим вторым европейским играм. Пламя мира прошло по улицам Пушкина, Карла Маркса, Социалистической Минск. К эстафете огня подключались и бобруйчане. Одни бежали наравне с факелоносцами, другие снимали происходящее на камеры и аплодисментами встречали символ континентального спортивного форума. Пламя перемещается в лампадах, есть три лампады. Одна основная лампада, две резервные. Лампады не гаснут ни днем, ни ночью. Резервные лампады как раз нужны на тот случай, когда нужно заменить фитиль в основной лампаде, на это время переносится огонь в резервные лампады, фитиль заменяется, и лампада едет дальше. Ночует в разных городах по-разному, где-то в пожарных частях, где-то в частях МЧС. Финальной точкой маршрута стала Бавруйская арена. На площадке у спортивного комплекса прошел гала-концерт. Музыкальные подарки горожанам преподнесли группа «Скайнет» и Руслана Лехно. Я зову тебя мечтой, подай мое небо мне за себя. На следующий день факелоносцы пронесли пламя мира по знаковым предприятиям города и района. По случаю прибытия символа соревнований на самую сладкую фабрику Бавруйска, рабочие специалисты покинули свои цеха и кабинеты. Для нас это очень почетно и очень приятно, что я думаю, что в честь того, что мы одно из следующих предприятий, не только в городе Бавруйске, но в области, наверное, в республике, поэтому для нас особая честь в канун нашего 150-летия приметь огонь мира. Хранители огня и факелоносцев сотрудники «Красного пищевика» встречали у входа на предприятие. «Честь зажечь пламя мира» выпала Сергею Новикову, мастеру спорта СССР по греко-римской вольной борьбе. Это самый яркий свет, символ будущих побед. После эстафета проследовала в цеха. Сергей Новиков бережно и неспешно обошел с лампадой рабочей линии, а после титулованный спортсмен и тренер поделился. Он горд, что организаторы поручили ему несложную, но столь почетную миссию. Участникам Европейских игр медали. Я бы хотел пожелать, чтобы они достойно выступили. Ну, а воспитанникам, чтобы брали пример из старших, которые сейчас участвуют в Олимпийских играх. Еще один из факелоносцев – 22-летний Матвей Горобченко. Банковский работник из Минска. В свободное время занимается спортом и участвует в полумарафонах. Последний рекорд парня – 21 километр за час 44 минуты. В этот раз бежать не пришлось. Красный пищевик – это гордость нашей страны. Мы сейчас только что видели лучшую продукцию, самую свежайшую, самую вкуснейшую, которая, ну, лицо нашей страны. И это очень вдохновляет. Я сейчас заряжен максимальной энергией, потому что ощущается дух, вот это пламя, которое ты несешь в руках, которое прилетело, приехало из Рима на мотоциклах, побывало на Монглане. И сейчас мы здесь. Это очень заряжает. И приятно быть здесь. Очень большая честь. Эстафету огня встретили и на заводе «Белшина». Кроме этого, факелоносцы побывали с пламенем мира в СПК «Гигант». После путешествия по нашему региону, пламя мира отправилась в Гомельскую область. Людмила Любимцева, Максим Кембель, Андрей Богдан, Максим Галеонко. Итоги недели. Эпилогом маршрута станет прибытие пламени на церемонию открытия. 21 июня в самом центре Европы, в столице Беларуси, от него всполыхнет чаша на Олимпийском стадионе. Минск станет полноправным хозяином игр. Три, два, один. Welcome to Galvus. Добро пожаловать в Минск. Миллионы телезрителей по всему миру. Более 22 тысяч зрителей на трибунах. Более 500 артистов на сцене. Мировые звезды. Димаш Кудайбергенов и Анна Нетребко. Технология, наполненные реальности. Одно незабываемое шоу о твоей стране. Стань свидетелем истории на церемонии открытия вторых европейских игр. Шенгенские визы подорожают, но получать их будет проще. Преподаватели вузов будут стажироваться за границей, а автогражданку с 1 сентября можно будет оформить в электронном виде. Сейчас коротко о самых важных и обсуждаемых заголовках страны. Президент подписал указ о борьбе с беспилотниками. В Беларуси законодательством установлены зоны, где запрещаются полеты авиамоделей. Дроны нельзя пускать рядом с арсеналами, где хранится оружие, БелАЭС, предприятиями нефтепереработки, нефтехимии и химзаводами, а также возле аэропортов, аэродромов, районами дислокации воинских частей и около границы. Указом разрешается военнослужащим милиции и военизированной охране применять физическую силу, спецсредства, оружие, боевую и специальную технику для пресечения полетов беспилотников в этих зонах. При этом возмещать ущерб их владельцам не будут. Шенгенские визы подорожают, но получать их будет проще. Согласно принятым поправкам, визовый сбор составит 80 евро для взрослых и 40 евро для детей в возрасте от 6 до 12 лет. Новые правила разрешают подавать документы на получение визы за полгода, но не позднее, чем за 15 дней до поездки, а также заполнять и подписывать форму заявки в электронном виде. Граждане, которые путешествуют регулярно и имеют положительную визовую историю, смогут получать многократные визы на период от 1 года до 5 лет. Преподаватели вузов будут стажироваться за границей. Речь идет о профессионально-преподавательских работниках. Совмин утвердил положение о направлении на стажировку в Организации иностранных государств. Ежегодно будут составляться планы мероприятий с учетом поступивших заявок. Срок обучения будет определяться белорусским вузом по согласованию с иностранной организацией. Руководители смогут стажироваться до 1 недели, остальные – педработники – до 5 месяцев. Расходы будут финансироваться из республиканского бюджета, а также из средств вузов от деятельности, приносящей доход. Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств с 1 сентября можно будет оформить в электронном виде. Правда, такое новшество относится только к внутреннему рынку. Лимит страхового возмещения при оформлении ДТП без вызова ГАИ увеличен с 400 до 800 евро. Заключение договора в электронном виде относится только к рынку внутреннего страхования. Что касается лимита страхового возмещения, то новые услуги будут применяться по страховым случаям, поступившим после 31 августа 2019 года. В эти дни в Беларуси проходит агропромышленная неделя. В ее рамках проходят выставки «Белагра», «Белферма» и «Белпродукт». Этот аграрный форум традиционно собирает вместе не только отечественных аграриев, работников пищевой и перерабатывающей промышленности, но и зарубежных коллег и партнеров. В этом году под Минском свою продукцию и научно-технические разработки продемонстрировали 600 компаний из 29 государств мира. Австралии, Болгарии, Дании, Израиле, Индии, Канады и России. Программа наполнена практическими демонстрациями, презентациями, мастер-классами и конкурсами. Одной из главных новинок нынешнего года стала инновационная экспозиция «Экспериментальное поле», где можно сравнить и оценить всходы экспериментальных сортов зерновых культур. На форуме традиционно выбрали лучшую племенную корову. Также на открытой площадке представили более 300 образцов современной сельхозтехники. Впрочем, чтобы впечатлиться сельскохозяйственной темой, далеко ехать не нужно. На Бобруйской земле есть примеры успешных хозяйств. Ферма «Гайшун», например. Она уже дважды становилась лучшим хозяйством района. Ее владелец Владимир Семенович прославился не только как самый крупный аграрий региона, но и как человек, который знает цену работы на земле. О секретах благополучного хозяйства Мария Бересневич. Крестьянское хозяйство «Гайшун» знают не то, чтобы в области, а далеко за ее пределами. Владимир Семенович сегодня самый крупный фермер в Бобруйском районе. Аналогичных организаций, которые выдавали бы собственную продукцию сразу по нескольким направлениям, единицы семейному бизнесу «Гайшун» подвластно все – животноводство, выращивание овощных и зерновых культур. Земли, конечно, давались, те, что совхоз покидал, не очень, а культурил, растет. Сейчас у меня растет лучше, чем у моих соседей. С картофелем вся и прибыль идет. Картофель весь уходит в Россию. Делаются анализы, которые требует Россия. Это кольцоватость, это бурый огниль, это нематода. Тоже эти анализы большие деньги стоят. Прославился в самом печальном смысле этого слова Владимир Гайшун не только благодаря своему сельскохозяйственному бренду. В апреле прошлого года ферма перенесла серьезный удар, от которого агроном оправляется без преувеличений до сих пор. После пожара под навесом для техники остался только пепел. Сгорели два грузовика, металлообрабатывающие станки и другое дорогостоящее оборудование. Полное восстановление, на которое ушла огромная сумма, можно сравнить со стоимостью трех квартир в Бобруйске. Владимир Семенович резюмирует. Главное, что обошлось без человеческих жертв. Дело в том, что надо было срочно построиться, потому что ни заварить, ни закрутить не было возможности такой, ну не было где. А техника пробывает, где-то что-то подварить, все. Поэтому нам было срочно строить какое-то помещение, и это было сделано. Работали с утра до поздней, ну почти до ночи. Рабочий день фермера из Осова начинается в полпятого утра и заканчивается с возвращением последнего трактора с поля. И если еще 10 лет назад площади Гайшуна простирались на 350 гектарах, то сегодня цифра сельхозугодий выросла почти в два раза. Ни один клочок земли не пустует. Три года назад Владимир Гайшун открыл для себя новое направление выращиванию фацелий, довольно прибыльной культуры. В прошлом году с продажи семян с 38 гектаров фермер заработал 44 тысячи рублей. Уникальное растение с удивительным цветом и ароматом, которое произрастает в Америке, в таких объемах можно встретить лишь на полях бобруйского фермера. Он стал первопроходцем. Это лучшая так называемая трава-сидират, которая и землю удобряет, и борется с сорняками. А еще фацелия – отличный медонос. Дает от 300 до 600 килограмм мёда за гектар. Видите, гудят. Вот она буквально три дня назад засвела. Она цветет 55 дней. Пасечник с 20-летним стажем Владимир Чистов, не выходя из собственного двора, любуется красотами засеянного поля. Никак не нарадуются появлению новых сельхозугодий и полосатые жители сорока ульев. Фацелия, она улучшает структуру земли. Вот высевает. И для земли хорошо, и для пчелых хорошо. Сегодня пчеловод присматривает и за домиками Владимира Гайшуна. Мужчина признается, вкус фацелии в свежем лакомстве заметно ощущается. Натуральный продукт полюбился уже не только местным, но и даже столичным гурманам. Мёд вкусный. Есть смысл заниматься, конечно. Ну, всё же не охватишь. Допустим, у меня душа болит по этих пчелах. Я писам ковырался, это время надо. И он тут день и ночь пропадает. И раи половить. А также, если не смотреть, будешь кормить зиму сахаром, и оно всё улетело-прилетело. Тракторы, погрузчики, копатели, автокары и комбайны в крестьянско-фермерском хозяйстве Гайшун довольно внушительный автопарк. Сейчас задача механизаторов подготовить землю к посевной. Кстати, аграриев здесь мотивируют хорошими условиями трудам. Достойная заработная плата, доставка на работу из других деревень и, что немаловажно, горячий обед. Это же интересно. Посадить, посеять хлеб, вырастить, убрать его. Картошку тоже самое посадил, вырастил, ухаживаешь за ней, убираешь. Для души, душе приятно. И всё же, несмотря на заманчивые предложения, с кадрами Восова ощущается повсеместная проблема. Молодёжь в поисках лучшей жизни перебирается в город, а часть поколения постарше страдает пагубным недугом. Проблематично в том плане, что алкоголизм, скажем так, и не хотят люди работать. Пробовали в сезон возить с города. Принимаем временных рабочих из города. Объявления иногда размещаем, принимаем трактористов, водителей. Сегодня в штате самого крупного фермерского хозяйства региона 13 человек. Это люди, которые знают не только цену экологически чистого продукта, но и ценность нелёгкого труда в поле и на земле. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Вопрос окружающей среды. Обращение с отходами, климатические изменения сегодня поднимаются в обществе всё чаще и чаще. Только за прошлый год на экологические проекты, которые реализуются в Беларуси при поддержке международных организаций, привлечено около 6 миллионов долларов. В нашей стране расширяется использование возобновляемых источников энергии, строятся зелёные жилые кварталы и микрорайоны, увеличивается количество экологичных видов транспорта и применяются альтернативные виды топлива. Но всё же уровень экологических знаний далёк от совершенства. По результатам исследований, только четверть населения Беларуси участвует в защите окружающей среды. Нельзя сказать, что белорусов вовсе не волнуют экологические проблемы. Исследование показало, что больше 40% опрошенных задумываются о последствиях чернобыльской катастрофы, ещё 27% об исчезновении видов флоры и фауны, 26% о загрязнении воздуха, воды и почвы. Оберегая природу родного края, разрабатывая стратегию разумного и экономного использования её ресурсов, мы заботимся о здоровье и благополучии наших детей и внуков. Для каждого из нас бережное отношение к окружающей среде должно стать образом мышления и нормой жизни. Дикая природа – гордость и визитная карточка нашей страны. Синёкая богата реками, озёрами и лесами. За это республику даже называют «лёгкими Европы». Беларусь всегда готова встретить с живописными ландшафтами и разнообразием флоры и фауны. Эти красоты ежегодно привлекают тысячи туристов. Природа – это то, чем так дорожат белорусы. Всё больше и больше людей, выезжая на природу, считают хорошим тоном и нормальным не только убрать за собой, но предварительно убирают те места, в которых они будут отдыхать. И потом убирают с собой, везут мусор в город и даже разделяют его по видам, по контейнерам. Биоразнообразие – это огромная ценность данной человечеству. Поколения людей нашего времени уже осознали и убедились – ресурсам природы есть предел, поэтому окружающая среда под особым контролем специалистов. В Бобруйской районе за безопасностью телённого наследства следят пять человек, среди них и Игорь Силанович. В последнее время антропогенная нагрузка значительно увеличилась на окружающую среду. В связи с тем, что производственные мощности возрастают, предприятия появляются новые, соответственно, растут выбросы в атмосферный воздух, выбросы в водные объекты. Мужчина больше шести лет охраняет растительный и животный мир нашего региона. Признаётся, работу свою любит и добавляет. Без знания законов и справедливости профессии никак. Главный специалист инспекции оперативно выезжает на места, где устраивают стихийные свалки и проверяет, чтобы к природе относились бережно. Сейчас будем осуществлять контроль, соблюдение режима содержания прибрежной полосы реки Березина. То есть самое распространённое нарушение там – это стоянка транспортных средств в границе прибрежной полосы на расстоянии ближе 30 метров от береговой линии. Наш совместный рейсинспектором с акцентом на парковку транспортных средств у водоёмов. Закон запрещает близкую к берегу стоянку, ведь это не только мешает отдыхающим, но и наносит вред природе. Горюче-смазочные материалы попадают в почву. В арсенале инспектора бинокль и рулетка. Маршрут проверки – береговая линия в районе деревни Селиба. Это одно из любимых мест рыбаков. Как правило, при виде экологов нарушители не спорят и соглашаются перегнать автомобиль. Задача инспектора не наказать. Скорее провести профилактическую беседу. Если нарушение очевидное, то здесь уже без штрафа не обойтись. Я вам вынесу постановление о наложении административного взыскания. Дам квитанцию, оплатите, вернётесь, берёте квитанцию, чтобы оплатить. Под охраной Игоря Солоновича и памятники природы. Один из них в 10 километрах от Бобруйска, на берегу Березины. Этот знак ограничивает движение в заказнике. Здесь же запрещено разводить костры, рубить деревья и разбивать палаточные городки. Пристальное внимание со стороны государства к этому месту объясняется его драгоценностью для природы и человека. Ботанический памятник природы Пойминой-Дубрава относится к особо охраняемым территориям. На участке площадью 600 гектаров, 50% дубов. Возраст некоторых деревьев достигает 200 лет. Поговаривают, это место обладает особой силой и энергией. Инспектор склонен верить, что дубы-колдуны – символ жизненной силы и могут заряжать человека энергией. Таких мест, именно Пойменных Дубрав, то есть произрастание деревьев породы дуб в Пойме рек, их в Республике Беларусь очень мало осталось. Это одно из вот таких уникальных мест. Зеленое наследие Беларуси влияет не только на экономику, но и на здоровье народа. Пока мы дышим чистым воздухом, пьем пресную воду и можем прогуливаться по лесу, мы не задумываемся о уязвимости природы перед цивилизацией. Сегодня каждый из нас должен взять ответственность за сохранность ресурсов. Иначе что останется потомкам? Максим Кембель, Елена Кутузова, Максим Галенка. Итоги недели. В Европе из-за сильных наводнений объявлен режим ЧАЭС. ВОЗ бьют тревогу. Очередная вспышка страшной эпидемии, лихорадки Эбола. И достигли результата. США приостановили введение пошлин, а Мексика пресекает нелегальную миграцию. Далее коротко о самых громких и заметных мировых новостях. В Сербии из-за сильных наводнений объявлен режим чрезвычайной ситуации. Наибольший удар стихии пришелся на центральную часть страны. В 12 муниципалитетах спасатели эвакуировали свыше 300 человек. Из-за обильных осадков и разлива рек затоплено 600 зданий, а также 3000 гектаров сельхозугодий уничтожено 16 мостов. В городе Трестенек жертвой непогоды стал один человек. А в соседней Румынии из-за наводнений погибли пятеро. Из них четверо дети. Потоки воды разрушили дороги, затопили десятки домов. Сейчас спасательные службы устраняют последствия непогоды. Разбирают завалы, откачивают воду, расчищают грязь. США и Мексика достигли результата. Дональд Трамп приостановил введение пошлин на неопределенный срок. А Мексика, в свою очередь, примет беспретендентные меры по пресечению нелегальной миграции, включая развертывание национальной гвардии на всей территории страны. Мехико также примет решительные шаги по ликвидации организаций, занимающихся контрабандой и торговлей людьми, их незаконных финансовых и транспортных сетей. Теперь нелегалы будут отправляться обратно в Мексику. Там они смогут ожидать рассмотрения своих прошений на предоставление убежища. Им обязуются предоставить рабочие места, медицинские и образовательные услуги. Отмечу, только за первый квартал границу страны пересекли 300 тысяч нелегалов из Центральной Америки, цель которых – США. ВОЗ бьют тревогу. Очередная вспышка лихорадки Эбола. В настоящее время насчитывается более 2000 зараженных, причем около 1400 человек уже скончались. Это вторая крупная вспышка вируса в Демократической Республике Конго. Отмечается, что последнее нашествие недуга было зафиксировано в Гвинеи, Сьерра-Леоне и Либерии. В то время пострадало более 28 тысяч человек, из них 11 тысяч скоропостижно скончались. Представители ВОЗ подчеркнули, наблюдается тревожная статистика – мир ждут эпидемии, холеры и желтой лихорадки. Специалисты считают, что эпидемии не будут сосредоточены в одном регионе и распространятся по всему миру. Немецкий цирк Ронкали решил отказаться от выступлений с животными и заменил их трехмерными голограммами. Выступления пользуются огромной популярностью. В последнее время циркачи ищут новые способы привлечения публики. Зоозащитники постоянно критикуют работников цирка за неподобающее отношение к животным. Из-за пропаганды каждый год цирки посещают все меньше и меньше людей. Чтобы увеличить прибыль, немецкий цирк решил использовать голографическое изображение шириной в 33 метра и высотой 6 метров. Выступление выглядит действительно захватывающе. Известно, что в проект было инвестировано 500 тысяч евро. Более 600 тысяч зрителей уже посетили выступления голографических артистов. Как официанты мстят дерзким клиентам? Чем зарабатывают бармены? Зачем оставлять чаевые? И что можно предъявить заведению за долгое ожидание блюда? Гастрономический обман. Воскресенье. 18.00. По-честному с Ангелиной. Рубеж пройден. Еврейское общение вместе с неравнодушными жителями города на Березине удалось собрать нужную сумму на создание уникального проекта. Музея под открытым небом. Пока это первый этап будущего новой архитектурной жемчужины Бобруйска. Впоследствии музей будет выполнять еще и функцию молебного дома для иудеев. А тех, благодаря кому все получилось. Ангелина Дикон. Андрей Каменьков с первых дней создания будущей архитектурной жемчужины Бобруйска включился в благую миссию. Сразу мужчина предложил Равину свою помощь в качестве волонтера, а чуть позже стал вкладывать свои средства. Сегодня христианин участвует в строительстве беседки с декором иудейской тематики. Иудаизм дал человечеству очень много. Прежде всего, начиная от Моисея, 10 заповедей, которые все знают, правда. Лицо земли изменено, и конституция многих стран основывается базово на этих принципах. Поэтому я очень рад, что это развивается, и это поднимает людей, делает добро тоже для других. Я знаю людей лично, которые отозвались также на этот проект и своими финансами участвуют в нем. И эти люди тоже исповедуют веру в Иисуса. Величину помощи мужчина хотел бы сохранить в тайне. Уверен, что благотворительность не повод для славы. Равин Шаульхабаба не против. Он рад любой, даже самой малой помощи. Тем более, что уникальная программа спонсорской поддержки помогла увеличить каждый вклад неравнодушных в 4 раза. Идея такова, что когда у человека есть партнеры дополнительные, приятно ему помочь. Когда люди знают, что благодаря них это 25% объект был строен, они будут отоститься к нему. Они вложили в нем. Да, это будет рубль, но твоего рубль был четвертый час, 25% из того, что было вложено здесь. Мой сын 15 рублей, он чувствовал, ну, и он молодец, но спасибо ему большое, потому что это 60 в итоге. Идея уникальная, и я уверен, что мы завершим ее даже сегодня вечером. У нас лимит, который мы должны собирать, это около 50 тысяч долларов. 32 был первый лимит, 32 тысяч. Мы первые из СНГ, которые получали. Сегодня в 11 часов уже все звонили, поздравили, что 100% минимальный, 32 мы уже собрали. Всего за несколько дней общине удалось собрать необходимую сумму для реализации первого этапа масштабного проекта. Равин признался, то, что уже можно наблюдать, вложено 35 тысяч. Примерно столько же потребуется до здания объекта под ключ. Комфорт стоит деньги, и хотим, чтобы он был достойный. А следующее, это вот после этого, идут здесь дорожные освещения. Для того, чтобы еще раз людям было приятно. Люди будут идти, не по темноте, не бояться, потыкаться ногами. На вход будет место, где автобус заезжает, вот в большой проем. Приезжает сюда автобус. Под него сделают подготовка. Подготовка стоит много денег. Около 10 тысяч рублей стоит только подготовка, плитка, работа. 4 августа, день Икс, ворота уникального музея, откроют для всех посетителей. В числе гостей ожидаются благотворители из дальнего зарубежья. Ангелина Дикоин, Владимир Гребеневич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Пока представители общины завершают свой проект по созданию музея под открытым небом, горожане ностальгируют о еврейском прошлом Бобруйска и презентуют работы с одноименным колоритом. На этой неделе в выставочном зале таланты с местной пропиской презентовали сразу две экспозиции. Валерия Гайшун представила кукольные сюжеты еврейской истории Бобруйска Сергея Гончаров через объектив фотокамеры, туристический маршрут по Израилю. Уютный вечер дедушка Григорий читает внучке сказки Пушкина. Она мечтательно погружается в сюжет волшебных фантазий. Эти куклы и история невымышленные. Автор работ Валерия Гайшун изобразила себя с дорогим сердцу человеком. В экспозиции все не просто так. Каждая деталь имеет смысл. От детских сережек на ушах Леры до интерьера комнаты и предметов в руках. Куклу дедушку я сделала потому, что купила на выставке вот эту книжку. Сказки Пушкина, миниатюра. Точно такая книжка, только нормального размера была у меня в детстве. Я купила сказки Пушкина, получился дедушка. Мебель – отдельная история. Ее создатель – давний друг Валерии. Николай Хомутов своими руками в миниатюре смог воссоздать все атрибуты быта еврейского города. Особо сложно далась кухня. На ее подготовку и производство у мастера ушло два месяца. В советские старые 60-е годы кухня Хрущева. Вот мебель похожая стояла. Смотрел тоже в интернете. Вылазил по старым таким картинкам, фотографиям. Ну вот, там вот стоит газовая плита, она полностью железная. То есть, как настоящая, в принципе, только газ не подведем. Иммигрант Фима, учительница немецкого языка Белла Львовна, фотограф Семен, красавица Эстер Фейгел, молодожены Наум и Фира, портной Марик – все куклы, прототипы реальных людей, которые жили в Бобруйске и с которыми была лично знакома автор. Всего на выставке автор представила 40 работ. И это лишь малая часть семилетнего труда. Валерия призналась, ничего бы не получилось без крестного отца – Ивана Айплатова. Я присутствовал, будем говорить, при рождении первой куклы. И в каком-то смысле подтолкнул Леру к тому, чтобы она начала делать их. То есть, она сделала первую куклу, и я говорю, Лера, ну, слушай, будем говорить, я вдохновил слегка ее. Есть ли какой-то эпизод, либо кукла, которая вам ближе всего? Дети, которые хотят позвонить по телефону, и один подсаживает другого, валяется велосипед, их какая-то подружка маленькая с колясочкой, и вот они пытаются двушку закинуть, чтобы позвонить. Вот, мне кажется, это очень милый сюжет, прямо вот отражает время, ну, советскую эпоху. Сегодня еврейские истории Валерии Гайшун – не только достояние Бобруйска. Многие работы получили прописку в Израиле, России, Франции, США и Филиппинах. Что касается этой выставки, на нее еще можно успеть. Экспозиция будет работать до 30 июля. Старые дороги, новые маршруты. Так назвал свою выставку Сергей Гончаров. 142 работы на стендах снимки из Израиля. Здесь и Мертвое море, и древнее архитектурное сооружение, горы, и узкие улочки. На святую землю Бобрученину посчастливилось поехать благодаря молочному брату Михаилу Бляхеру. Именно в его чести и создан проект. Именно его фото красуется среди завораживающих пейзажей. Для меня это основная фотография. Он мне ее прислал через сети. Тут как бы это автопортрет его, потому что там у меня есть на нашем стенде, там где фотография, где я его фотографировал. Но я хотел показать то, что он военный человек, как и любой израильский мужчина. Они буквально, наверное, каждые два месяца их на сборы собирают. И они отдают, как говорится, долг, честь Родине. И они этим гордятся. Это выставка для Сергея, который, к слову, по образованию зубной техник первая. Увлеченный с детства фотографией, автор надеется, что его творчество вдохновит горожан на путешествия и поможет ощутить энергетику старых дорог Израиля. Экспозиция будет работать до конца месяца. Ангелина Дикун, Андрей Богдан. Итоги недели. На этом мы заканчиваем выпуск итогов недели. С вами была Елена Кутузова. Благодарю за внимание. И мы обязательно увидимся с вами в следующую субботу ровно в 7 вечера. Хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин